Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий, мы снова на Стардио Вэлли. У нас весна, весна и майские праздники в реальной жизни, поэтому серии по ферме выходят немножко чаще, чем обычно. Есть свободное время и почему бы не провести это время на нашей любимой ферме. А у нас за окнами, как вы видите, темно. Сегодня у нас дождь и нам поливать ничего абсолютно не надо. Сейчас только соберу яйца и молоко и пойду, не знаю, наверное, в шахту. А что делать? Делать-то больше нечего. В кристальном шаре у нас сегодня раздраженные духи. Это плохо. Дары земли говорят, что предмет дня, крабовая ловушка, опытный рыбак сможет смастерить ее рук своими руками. Несмотря на свое название, в эти ловушки можно поймать всевозможную водную жизнь, как и морской, так и пресной воде. Просто опустите ловушку в воду и положите в нее приманку. На следующий день вам будет только собрать улов. Нужно, чтобы ловушка работала на следующий день, нужно положить в нее новую приманку. Это мы уже знаем. Так, у нас забор, у нас камни и у нас очень сильный дождь. Я не успел в прошлой серии выложиться, потому что не было на это время. Поэтому мы сейчас это все доделаем. Я очень бежал домой, чтобы... Подождите, традиция. Отлично. Чтобы все успеть. Давайте сюда сложим наши серебряные штуки. Они, правда, все не помещаются, поэтому некоторые я храню уже в холодильнике. Ну и золотые сюда можно засунуть. Окей. И холодильник, холодильник, холодильник. Это я тоже тут храню пока что. У меня еще есть трава и есть одно семя. Вот теперь порядок. И плюс ко всему у меня еще один кусок забора остался. Если где-то сейчас он обвалился, то мы его починим. А, конечно. У меня этого много. Знаю, вы мне советуете переходить на каменный забор. Ну, вы знаете, как-то каменный забор выглядит не очень как-то по-фермерски, что ли. Это первая причина. Так, сегодня мы не выходим на улицу, сегодня мы едим с соломой. Просто каменный забор будет выглядеть, как будто я снова нахожусь в городе, а деревянный как-то так по-фермерски. Но это не главная причина. Может быть, я, конечно, на него и перейду чуть попозже. А вторая причина, это то, что я еще не уверен со своими заборами. Так как в любой момент я могу передумать. Можно, конечно, и каменный будет разбить таким же образом, но не знаю. Пока что каменный считает, что это уже стопроцентный забор, который будет находиться в том или ином секторе моей фермы. А я сейчас не уверен ни в чем, потому что вот это меня не устраивает пустое место. Здесь что-то будет. Я пока еще не придумал, что именно, но что-то точно будет. Так, уже капуста готова. Духи сегодня раздражены. В принципе, четверг. Давайте соберем, пофигу. Раздражены, так раздражены. Блин, не рубани следующие. Просто сегодня мы уже засеем следующую капусту кудрявую. Какая будет? Какой будет урожай? Такой пусть и будет. Картофель мы собрали. То есть мне нужны теперь семена. Кудрявые капусты и картофеля. Все остальное еще пока не поспело, я вижу, да? Как раз первый сейчас забежим. Будем ехать куда надо. У нас получилось две картошки, пять капуст. Не самое лучшее время для того, чтобы, конечно, собирать урожай сегодня, но мне бы побыстрее засадить следующий. Так, кудрявая капуста, 14. А тут у нас сколько? А тут у нас 14. Первая кудрявая капуста вообще в истории. Интересно. А что я никогда не сажал? Я же помню, что ее косил. Может, я, конечно, куда-то ее делал? Ну ладно. Так, нет, сюда ехать. Я уже был сюда. Ну да, давайте сделаем вот это. Посмотрим, как наши там 11 коров. Сейчас я, кстати, пойду докуплю еще одну, если в Марне сегодня не выходной. Может, и выходной. Теперь моя задача просто этих коров горячо обнять. Ни соломки не надо подкладывать. Ни молоко собирать с ведром. Просто обнять. Вот это кайф. Теперь подходим к этой штуке. Берем все молоко, которое нам предложено. Че, картофель не выложил? Не знаю. Ну ладно. И засаживаем его сюда. Пока что, конечно, все аппараты задействованы не будут. Но часть из них будет. Все. Только главное, чтобы они меня здесь не закрыли. Это самое страшное, что может произойти. Я могу здесь остаться навеки. Так, 10 часов утра. Ну, давайте картофель выложим. Возьмем этот хмель. Я буду по 20 раз заходить, выходить в дом. Погода все-таки плохая. А дома теплее и уютнее. Давай сюда серебро. И мне хмель, пожалуйста. А сюда картофель. Для кулинарии. Я пока ничего не продаю. Да, в принципе, и выгода от продажи 14 капустинок будет не очень-то и большая. Куда нам Марни. Марни, пошли к Марни. Да, здесь не проедешь уже. Надо иметь это в виду. И к Пьеру надо забежать. Ну, короче, дело у нас ого-го. Мы поедем через Марни. Нам до 90 уровня надо докопаться. Сегодня возможно. Марни, ты работаешь сегодня, нет? Марни работает. Ну, привет. Джаз. Мисс Пенни учит меня чистописанием. У нее такой красивый почерк. Да, я знаю, сам фанат. Привет. Беднячка вымокнует вот так вот до нитки. Ну, как получилось. Так, меня газ атакует. Или не газ, а джаз. Корм и прочее, приобрести животных. Я не понял, что я не докупил у тебя вчера корову? Скажи, пожалуйста. Почему это произошло, Марни? Как это произошло? Лада. Мне дать другую Клару. Отлично. Все, у меня 12 коров в хлеву. Я не дождался телят, ну и фиг с ними. Так я больше дохода получу, чем буду ждать. Сколько у меня осталось? 13 тысяч 240. Дальше собираем на хлев. Собираем на хлев для коз, наверное. Ну и улучшения для птичника, конечно же. Нам надо. Привет, Джоди. Куда летим? Куда время летит? Ох, помню, когда Сэм еще был маленьким в подгузниках. Он был таким маленьким ребеночком. Только не говори ему, что я так сказал. Кажется, тебе очень нравится со мной разговаривать, да? Да, Джоди. Привет. Стой. А с тобой не так скучно, как с остальными взрослыми. Да я модный просто. Так, тут есть квест. Смотрим по дням рождения. Кто на календарь, кстати, купит. Наверное, сейчас я куплю календарь. Да что ж такое, конь бастует. Так. Блин, уже яичный фестиваль в субботу. Вовремя летит. А дальше Хелли родилась. Ладно. Да что ж такое. Мне кое-что нужно лечь подать на обед. Ой, Джоди. Я понимаю, что тебе нужно лечь, но я его еще в узелок даже не добавил. Когда-нибудь я его поймаю. С рыбой беда. По заданиям с рыбой явно беда. Привет, Абигил. А долина выглядит гораздо интереснее, когда идет дождь. Ты так не думаешь? Думаю. Так, привет. Привет, Пьер. Давай мне буду собирать тогда капусту и аккуратно ее продавать. Семена кудрявой капусты, да? Собирается косой. Мне надо 24 штуки. Вот так вот. Можно положить сюда. И картофель продолжаем собирать. Хоть он и самый дешевый. Может цветную капусту 12 дней. Давайте лучше 8 мы этого. Цветную капусту соберем. 20 штук. Я забыл отжать shift. И продался. Нет, ну красавица. За сколько я продал? За 840. Блин. Блин, мне надо осторожничать с кнопкой shift. Раз, два, три, восемь. Все, теперь порядок. 20 штук я их просто не посажу. Но я сейчас, по-моему, прогорел немного. Но Пьер на этом нажился. Эта собака только что продала мне семена, а потом опять купила, только уже дешевле. Прибыль падает у него, блин. Видите? Блин, ну это, конечно, жесть. Еще и та же кнопка продать. Тут должна быть отдельная кнопка, которую надо нажимать и продавать. Нажал, типа, продано. Не нажал, не продано. Круто вообще, конечно, я сделал. Ну, с меня бизнесмен хороший, да? Купил за 2000, а продал за 1000. Причем продал через секунду. Просто мастер по продажам. Лук-парей золотой. Кстати, его надо сохранить. Его очень любит дедушка на коляске. А у него скоро день рождения, насколько я помню. Так, 85 уровень. Давайте легким бегом. Тут что, выхода нет? Вот, зараза. А это что за волос? А, не волосатик. Это чувак со шлемом. Я не знаю, как он так очутился здесь. Но удар у него конкретный. Смотрите, какой урон. Это зараза. Они бить стали намного сильнее. Мне, наверное, какая-то броня нужна, что ли. Или даже не знаю, что именно. Где здесь выход? Отлично, сразу же и выход нашел. Потому что тут одни камни. Так. Тихо, берем его. Ого, урон. Это еще чудо. В мешке. Мусорном. Отлично. Разбили. Что это? Блин. Но урон конкретный. Смотрите, меня ударили 4 раза. И уже нет поллинии. Причем мыши очень серьезные соперники. По-моему, мыши наносят больше всего урона. Я алмаз нашел. Нифига себе. Так, пора выходить уже с шахты. Давай. Ё-моё. Да как же... Как же неудобно здесь бить мечом. Ну же, и давай. Лук только не съешь, дедушкин. Вот теперь у меня проблема, наверное, я быстрее умру, чем... Чем выдохнусь. Кошмар какой-то. Хорошо, что это стреляет один раз, видите? И остается при своем. Беги нафиг. Жесть какая-то. Как весь хмели съем. О, выход появился. Ну тут золотая эта из руда. Подождите. Опять мышь летит. Да что в вас нафиг. И мышь причем долетает практически всегда. Надо пойти посмотреть покупку меча. Рассмотреть более мощного. Ибо тут нам конец настанет скоро. Мол, золотая эта... Нет, это древесный сок. В принципе, можно уже выходить. А, там... О, красный кварц. Я закрою узелок сегодня. Да это же праздник. Сейчас только вот это убью. Мне его не хватало до закрытия узелка. И по-моему всей ветки. По-моему это финал. Финал того, что у нас что-то появится интересно. Так, нафиг. Этих я не буду убивать. Это же круто просто. Это просто победа. Можно даже выходить. Я то, что надо, получил сегодня. Так, забегаем. Ох, сколько золота. Отлично. Дайте через левый. Опять вот эти слизни, они... Ох ты, да вы что. Их же тут много. Как бы мне с ними не пришлось сражаться. Давайте. Может мы выйдем раньше и не придется с ними сражаться. Тогда будет круто. Руби, руби, руби. Шикарно. Отлично. Так, вот это парень опасный. Хорошо, что он часто промазывает. Ты сдохнешь сегодня, нет? Сдох я вместе с ним, фактически. Да, в такие... Перестрелки лучше, наверное, не вмешиваться. Иначе будут последствия. В 87 уровень, но я не дойду, чувствую, до него. Далековато. Да, придется драться. То, что я и боялся. Вот они. Еще и мышь. Да, что-то вообще не фартит. А мышь как нападает. Смотрите. Как будто у нее что-то забрал. Ё-моё. Сейчас сдохну. Опять летит. Надо, короче, сейчас с хмеля что-то готовить. Удалось. Удалось вовремя развернуться. Но она опять, по-моему, улетит. Блин, 8.30 уже вечера. Да что, что за время так... Я еще не нашел выход, прикиньте. Выход, оказывается, был не... Не в чудовищах. Выход был в чем угодно, но только не в чудовищах. И это 87-я шахта. Да ё-моё. И где что-то выход? О. Ну, в 9 часов вечера, это, конечно, уже позднавательненько. Еще два уровня. Не. Чувствую, не докопаю. Тем более, 90 уровень. Я думаю, там его хорошо защитят. Если бы сейчас выпало что-то, я бы согласился даже выйти сейчас. Потому что время нормально подходит. Слизни очень ужасные. Надо идти смотреть меч. Это 80 уровень. Представьте, что же дальше там будет. Ну, правда, если их бить, правильно. О, выход. Да вы что. Быстро, 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 быстро. О, красное что-то. Подождите, подождите. Рубин. 22-20. Это печаль. Это на самом деле печаль. Можем и не выйти. Времени практически нет. Сейчас еще каких-то монстров насажают здесь. Хотя тут может никого и не быть. Было такое уже у нас когда-то. Магма Жо, да? Отлично. Тут тоже есть кварц. И тут тоже есть возможность что-то разбить. Так, еще с вами сидим 50 минут. Судя по всему, мы не победим. Тут ничего не выпало. Твою ж дивизи. Смотрите, сколько их. Отлично, что-то выпало. Причем... Причем модное. Последний гриб. Блин, не хватило. Чуть-чуть ткани хватило. Из-за мышей. Из-за нереального количества мышей. У меня уже здоровья нет, поэтому надо бежать. Да и времени уже нет. А то не донесу этот, короче. Если сейчас повезет, я его выбью по дороге. Но я выхожу. Все, все, на выход. Не успел. Обидно, но не успел. Все, давай. Блин. Это вообще жесть, конечно. Ну ладно, я чувствую, мы мою вагонетку сейчас откроем. А где мой конь? А я что, без коня сюда прибежал? Нет, есть. Фух. Без коня я не успел бы. Да и сейчас, по-моему, шансов немного. Сейчас ночь. Да нет, успеваем. А может и нет. Нет, успеваем. Если сразу побежим домой, и меня никто не ударит по дороге. Обидно. Очень обидно. Всех перебил на 89 уровне, но не достал. Я думаю, мы с вами скоро все решим. Вернее, не скоро, а уже в следующий день. Я думаю, нам помогут вагонетки. Потому что красный кварц, это именно то, что нам нужно. Огни, наверное. Ну, хоть не умер в шахте, это хорошо. Это хорошо. Сорняки разрастаются и вредят вашей ферме. О-хо. Вы видели это сообщение? Что такое сорняки? И кому они вредят? Я их режу постоянно. Так, завтра солнечный день, идеальный для яичного фестиваля. Спасибо, предсказательница. Сегодня у нас в добром расположении духа. Чего мы тут набили с вами? Набили дофига интересного. В том числе, огненный кварц. С ним-то мы с вами, наверное, узелки сегодня и закроем. Так, это приглашение на яичный фестиваль, я думаю, да? Завтра на городской площади пройдет яичный фестиваль. Мэри Льюиса, 9 до 14. Я вас понял, Льюис. Так, это сюда. Это сюда. Нет, я не сдам Гюнтеру свой кварц. Сегодня точно не сдам. Хоть он и намекает на то, что я его принес. Не будет этого, Гюнтер. Не будет. Так же, вот я сегодня разобью. И не надейтесь, мистер. Нет, это не тут. Ну все. Все остальное в другое место надо выложить. Я сначала пойду закрою, наконец-то, узелок. Давайте посмотрим. Кладовая, аквариум, бойлерная. Друзья, вот он. Ремонт вагонеток. Хо-хо-хо. Вы понимаете, да, что это? Это значит, что мне больше не надо будет долго перемещаться. Это как раз то время, которое мне не хватает в шахтах. Я как раз использую там, где надо. А чем я тут цветы? Что-то и тут цветы храню, и там цветы храню. Здесь не место вообще-то. Здесь у нас вот это. Вот это. Вот это, в конце концов. Вот это. Грибы два серебряных не здесь. Жалко, хмеля столько съел. Хмеля съел очень много. Конечно, это неправильно. Золотой. Сюда. Сюда. Это самый обычный. Но я их храню здесь, в холодильнике. Окей. Можно вместо хмеля кудрявую капусту зажевать. Хмель... Просто с хмеля можно сделать напиток какой-то. Но я еще не дошел до пивоварения. Не дошел. Поэтому какое-то время придется подождать. Сейчас главное пойти в вагонетки. Опять забор сломался. Нет, все-таки вы знаете, все-таки я уже подумываю. А, сломался с двух сторон. Только что прошел, и сломалось вообще все. Да, все-таки я, наверное, сделаю это. А что за сорняки, которые мне мешают жить? Я их не вижу. Какие сорняки? Ладно, не важно. Дайте мне это дерево подержать. Сорняки это внизу, а вверху уж нет их. Наверное, нет. Так, привет, коровы. Вас уже 12, я вижу, да? А нет тут автообнималки. Купить нельзя у Марния? Я бы с удовольствием купил автообнималку. Чтобы вот этим не заниматься. Сколько вас? Сколько ж вас здесь? Давайте молоко уже давайте. Давайте молоко, давайте. Мне уже хочется зарабатывать побольше. В этот день, кстати, я ничего не заработал. Не понял. Вот. Так, опять же. Молоко теперь не попадает туда, куда надо, если ты неправильно выложился. Чё, что семена-то не выложил шишками? Давай хотя бы это засунем. Так, готово, готово. Готово, готово. Ещё три. Короче, ещё эти телята не плодоносят, я вижу. Молока. И поэтому у нас простаивает пять штук. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Хух. Всё. А я думал, что-то опять угнали у меня. Мы входим. Могу представить, какая сейчас толпа здесь будет. Я, конечно, закрою дверь. Дайте мне вот это. В принципе, одной хватит. Ну ладно. Тут ещё одну можно поставить. Не понял. Шикарно. Ты теперь остался снаружи. Так, давай. Вот этим автоподачи нет сена, видите? Их придётся кормить вручную. Так. Всех обнять надо. По-моему, вчера забыл это сделать. А может, я не забыл? Ладно, выбегаем. Выбегаем, едим траву, хватит есть. То, что вам не положено. Не трогай лошадь мою. Отлично. Так. Надо ещё выложить. Сейчас ещё чуть-чуть. Я вижу. Блин, на грибную ферму не могу зайти уже год. Надо бы тоже собрать грибы. Быстрее появятся следующие. Я, правда, ещё не знаю, что с грибами делать. Ещё, видимо, не время. Скоро это время придёт. Всё? Наверное, всё. Блин, как жалко, что я не докопал до 90 уровня. Осталось-то совсем чуть-чуть. А что, калитку можно не открывать? Видели, я прошёл. Чуть-чуть не хватило мне. Удачи, наверное. Не хватило. Так бы под любым камнем она могла оказаться. Но не хватило 20 минут. Вот сейчас вагонетки, я чувствую, спасут мне жизнь. Так, вот это мне не нравится. Нет, это мне нравилось. Мне не нравится вот это. Трава, которая уничтожает мою ферму. Вот про что речь шла. Так, смотрите, она кирпичи разрушает. Это как вообще? Нифига себе. Вот это травище. Так это демон какой-то. Он уничтожает вообще мои дорожки. А как она там появилась, если она заасфальтирована? Ну, это не асфальт, конечно. Но обидно, конечно, обидно. Так, трава, шишка. Это не здесь. И это не здесь. Так, сюда майонез. И много сыра. Сюда древесина. И это мы сдаем. Я еще не посадил. А, сегодня аж поливать еще надо. Какой хороший день. Сегодня я чисто по хозяйству. Все потому, что я не нажал на волшебный кристалл. Это вчера не надо было ничего поливать. О, тут у нас уже что-то появилось. А я не понял, что в разное время их сажал, да? Горох появился. Не годится. Ты тоже поспела. А это ж пастернак. А, если сейчас золотой будет, еще один. О, есть золотой. Все, у меня одного хватило. Друзья, сейчас мы еще один узелок закроем. Понесло. Понесло фермера. После гороха. А? Сейчас нас будет... Сейчас нам будет завидовать вся деревня. Смотрите, пять пастернаков. Закрываем еще один узелок. Узелок, я нервничаю. Так, вот этот горох сюда. Четыре золотых гороха даже есть. Короче, овощи продавать вообще смысла нет. Их надо хранить. Их надо хранить и сохранять. Дайте мне пять пастернаков золотых. Господа. А, вот они. Все, я закрываюсь. Ферма закрыта. Мы удаляемся. А, вот это можно... А, это не помещается. Тогда будем холодильники держать. То, что не помещается. Окей. Хотя еще один бы ящик, наверное, не помешал. Ну да ладно. Так, вот это вот. Сейчас я засажу быстренько. А то простаивает почву. Это не тот инструмент. Во. Давай по-быренькому капусту еще засадим. Она, в принципе, неплоха. Можно заменить хмель. Чего так быстро почва? Исчезает, смотрите. Только ж вчера была еще. А тут что? Не видно нифига. Ты издеваешься? А. Это она не полита. Я думал, она не вскопана. Окей. Готово. Тут еще что-то вижу. Да, теперь это полить надо. Сколько там уже времени? Два часа дня. Какая? Ё-моё. Да полей ты это место. Все, быстро, быстро, быстро. По коням, быстро. Где наш конь? Все, у нас есть? Красная. Есть. Все, побежали. Капусту потом посадим. Не знаю, куда я ее взял. А, там у нас освободилось кое-чего. Быстрей, быстрей, быстрей. Я не помню, до скольки работает Клинт. Но надо его сегодня вскрыть. Потому что живоды очень модные. И Юнтур, главное не отдать красный кварц. Он у меня один, поэтому подождет собака. То у меня точно сейчас выманет эту штуку. Так, дедки, потом поговори мне срочное дело. С кузнецом. Успел. Ты не Т3, я надеюсь, работаешь. Погода, как мне обычно, важна. Обычно целый год торчу в кузнице. Не важна. Тоскливо, правда? Да я тоже торчу на ферме. Жоводы. Первое. Вау. Это круто. Обсидиан. О, это руда с ней получается, да? Ну да. Юнтур может что-то рассказать. Второе. Это камень. Замечательно просто. Так, еще одна. Ух ты, это тоже что-то новенькое. Лемонстон. Ну и, как обычно, камни. Ну и самая крупная. Надеюсь, сейчас что-то будет уникальное. Давай. Такое у нас уже есть. К сожалению, лимит. Так, мы сможем сдать лемонстон и вот эту фигню. Кстати, а сколько стоит, извините, продон, улучшить, например, мою золотую лейку? На золотую лейку 10 тысяч и 5 золота. Ну 5 золота у меня будет. А вот 10 тысяч уже, наверное, нет. Можно я тут залезу в мусорку? Я просто превращаюсь в самого настоящего бомжа в Стар Дью Элли снова. У меня нет денег. Я... О, надеюсь, Пеня не видел, что я копаюсь в мусорке. Иначе какая свадьба тогда? Привет. Посуда, посуда, посуда. Если бы матери не болела все время голова из-за попоек в Солуне, может быть, она помогала бы мне по дому? О, нет, мама сегодня варит чечевичную похлебку. Тебе нравится мой бантик? Ага. Ну что, в эту мусорку, наверное, не стоит лезть иначе? Нет, сейчас я... Сейчас я не видимо. Ладно. Надеюсь, никто не видел. Ну а что, жизнь такая. Так, передаем находки музею. Только не кварц. Все, что хочешь, только не кварц. Вот это можешь сдать. Замечательный камень. И вот этот лемонстон. Нифига себе, за два камня подарок. А там я десять выложил. Наверное, они менее качественные были. Все, окей, давай. Давай подарок, подарок, подарок хочу. Подарок хочу. Два подарка, ничего себе. Медведя дали. Круто. И седяновая ваза можно поставить в доме. Блин, ну круто вообще. Сегодня у меня вообще день подарков. Сейчас еще вагонетки открою, так вообще будет праздник. А там кто? О, Кэролин, ты читаешь. Так, обсидиан. Вулканическое стекло, образующееся при быстром охлаждении лавы. Лемонстон. Наверное, закаменелый лимон, да? Кое-как кто утверждает, что этот кристаллический порошок деликатес для дворфов. Ты что-то спряталась? Привет. Наконец-то немного времени для себя. Наконец-то немного времени для себя. Комфортненько. Окно светит прямо в книгу. Все видно. Чудно просто. Просто чудно. Так, побежали отсюда домой. Вернее, какой домой? Побежали к вагонеткам. Вагонетки сейчас будем запускать. Мне некогда с вами общаться, ребята. Извините, простите. Но мне надо зайти к Пьеру. До 17.00 успеть купить. У меня освободилось. Семена пастернака, наверное, мне уже не нужны. Давайте, наверное, цветную капусту еще 8 штук купим. 12 дней. 24-й день. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Только надо все это успеть посадить. Шикарно. Ну, побежали. Ответственный очень момент. Не момент, а заглядение. Мы запускаем исторически важный транспорт. Мару сидит одна. Дайте с ней пообщаюсь. Все равно я в это сообщество успею в любом случае. Привет. Моя мама плотник, а папа ученый. Наверное, логично, что я люблю собирать всякие устройства. А куда это вы пошли вдвоем? Можно я с вами? Эх, просочились там, где на коне не проеду. Хотел поподглядывать. Ну, или не я, а этот светлячок. Так, 17.20. 17.20. Мы не туда бежим. Пробежали возле клуба. Я просто волнуюсь и нервничаю. И, как говорится, не попадаю туда, куда надо лошадью. Слушайте, медведя получил. Надо дом расширять уже, я чувствую. Здорово. Сегодня очень важный исторический день. Мы с вами, подождите. Куда нужен был пастернак? Какой-то... А, вот сюда. В отборный урожайный узелок. Кладовой. Сначала давайте кладовую сделаем. Я здесь. Пастернак 5. Годится. Теплицы очень медленно приближаемся. И получаем в подарок... Ух ты, катка. Используется для маринования овощей, изготовления джема и фруктов. Наконец-то у нас будет варенье. Это очень полезный подарок, да? Это не то, что еду какую-то подарили. Вот он, джем. Ну, джем я уже купил. Сыр, кстати. Что ты сыр сюда не положишь, чувак? Мед что-то сюда не положишь. Все-таки два уже есть. Но дальше фрукты, конечно. Фрукты тяжелее достать будет. Трюфельное масло, козье сыр. Трюфельное масло, козье сыр. Ну, ладно. Эти два можно было бы положить уже. Тут все в порядке. Тут ждем. Тут ждем козье молоко и уток. Или овец. В общем, чтобы закрыть этот узелок, надо овец срочно заводить. И желательно не только овец. И все на свете. Надо туда заводить. Всех животных, короче, надо хотя бы по одной штучке. Тогда мы быстрее прокачаем этот узелок. Ну что, готовы все к вагонеткам? Я готов. Эм, вот он. Узелок готов. Ремонт вагонеток. А, еще и подарок подарят же. Ух ты, пять штук. Лучше что-то другое, конечно, подари. Ну ладно. Ну что, починили эту штуку. Обалдеть. Вторую собрали уже комнату. Этот дом пустовал годами. Потом здесь поселились деревья. Мы последовали за ними. Ух ты. А мне за тобой бежать? Смотри, как красиво стал. Он матерится. Видимо, куда-то опаздывает. Арабский горшок какой-то, наверное. Вторая звезда сейчас должна зажечься. А куда ты бежишь? А, вот. Вторую звезду вытаскивает. Вот он, события. Это камин должен загореться. Тогда будет комфорт и уют в нашем городском клубе. Ну, пока еще до этого, конечно, далековато. Ну что, две. И он ходит за мной. Он благодарен. Так и останет мне арабский горшок. Ух ты. Что там за любовное приключение? Марни. Нам так нельзя. Если об этом узнают, может пострадать мой авторитет. Марни чуть-чуть ругается. Ты понимаешь, да? Ты слишком много думаешь о своей работе. Льюис. У жизни есть и другие стороны, знаешь ли. Но да, я понимаю. Придется нам держать нас в секрете. Я ваши шорты уже раз нашел. Теперь что я найду сегодня? Ах. Шет, тебе все было слышно, да? Да, но я сохраню ваш секрет. Спасибо, Шет, я этого не забуду. Да, конечно, ты не забудешь. Я про шорты никому не рассказал, а про это так тем более. Ну, зачем было там прятаться? Это вы сами себе вопрос задаете? Я просто проходил как обычно мимо. Смотрю обнимашки пенсионеров какие-то. Они в шоке. Ладно, это не главное. Главное, что мы сегодня домой попадем на вагонетки. Правда, не знаю, как с лошадью быть. Надеюсь, добежит. Ближайшая вагонетка у нас справа. В карьере можно даже порыться сейчас немножко. Там точно была вагонетка. А, и в пещере была вагонетка. Ну, давайте в карьер съездим. Я хочу посмотреть мечи. Еще не поздно? Еще не поздно. Покажите мне в продаже мечи. Серебряная свадьба. Свадьба, блин. Железное лезвие плюс один. Абордажная сабля. 9.17 урона. 2 скорость. 1.5 тысячи. Деревянный молот. А он зачем нужен? Он медленный, наверное, да? Его твердая головка наносит внушительный урон. Для дубины он относительно легкий. Клеймор. Скорость падает. Клинок тамплиера. 22.29 за 4 тысячи. Костяной меч. Это что за фигня? 20.30. Скорость. Вес. Очень легкий кусок. Заостренной кости. А как он, интересно, работает? Как меч или как кинжал? Знаете, сколько колец. Самый дорогой это жучья голова. Меч 6 уровня, который у меня есть. А чего он такой дорогой? Я же его купил, по-моему, не за 10 тысяч. Я его купил за тысячи, две, три. А теперь что-то цена поднялась. Тут цены меняются, что ли, да? Просто, знаете, сейчас куплю меч, а на 90 уровне выпадет что-то сундука интересное. Тот же меч, который я куплю. Давайте, наверное, я сначала добьюсь до 90 уровня, пробьюсь. А потом с вами тогда это. Купим. Если там будет не меч, хотя я думаю, там будет меч. О. Руду кто-то разбросал. Железную. Ну вот и вагонетки. Ну что, попробуем? А как? Они работают, типа. А, там их запустить, наверное, надо было. Подождите, как вагонетки запускать? Обрадовался, блин. А, они ночью запустятся, как и мост строился. Точно. На следующий день только можно пользоваться. Мост-то построился не сразу. Ночь должна была пройти. И вот эти ночные горшки построили его за ночь. Все, понял. Теперь понятно. А я уже думал, о-оу. Обрадовался раньше времени. И дальше что я буду делать без вагонеток? Собирал, собирал. Тратил, тратил древесину, и на тебе. А у нас праздник завтра или он сегодня был? Я не пропустил ничего. Все, надеюсь, что нет. Завтра праздник точно. Календарь бы, кстати, не мешало бы купить. Это я, наверное, очень скоро куплю. Потому что мне уже надоело бегать. Так, мы с вами обнимались сегодня уже. Отдайте мой сыр. И пора уже давать больше молока. Пора давать больше молока. Я вас терпеть долго не буду. Так, 22.10. Сегодня у нас фестиваль. Светы же не надо поливать. Они же уже если выросли, то уже все, да? Радуют глаз. Они только для радости глаз, я так понимаю, да? Никакой пользы практической не приносит. Разве что, если кто-то их закажет. Так, а что ж я купил-то? А, вот у меня место простаивает. А что это такое? Семена кудрявой капусты? Я одно купил, что ли? Молодец. А где ты? Нет, я его не покупал, оно у меня и было. Выпало, видно, откуда-то. Так, так. Так, так. Ух ты! Ух ты! Спасите! Помогите! Не важно. Я сам отобьюсь. Шикарно. И здесь... Семена кудрявой капусты. Можем даже полить. Хотя земля полита. Все, пошли отсюда. Все понятно с ними, и с вами, и со всем миром животных вокруг. Здесь у нас лишнее вот это и вот это. Катку, кстати, надо где-то поставить недалеко и овощи-то засовывать. Мне все лень было ее сделать, но теперь, наверное, время пришло. Так, сюда давай. Вот это, вот это. Да и этого уже у меня много. Камни. Ну, живоды пусть будут, посмотрим. Нет, завтра их точно не будет. Завтра я не буду ничего делать. Семя одно осталось. Давай вот это сюда. Что там осталось у нас? Дикий хрен и одно семечко. Так. Это сюда, семечко, я не знаю куда. Обалдеть, вот это мне нравится. Ого, размер! Закрыло мне эту скульптуру, картину закрыло. Тоже не годится. О, медведя поставил. И ваза какая-то. Тут у меня выставка продажа прям. Фигни всякой. Там бы будет мой ночной горшок. Почему бы и нет? Ну, надо же как-то ее использовать. Хе, нашел где поставить. Давай по центру, как в музее будет. Мой ночной горшок, а что такого? У всех есть, а у меня нет. На ферме. Вот она, смотрите. Запускается ферма. Возле кузницы у нас теперь вагонетка появляется. В карьере, в шахте. И... Где-то еще. Смотрите, сколько я зарабатываю в день. Это, правда, двойная норма, но все же. Это уже доход. Олигарха. А если все коровы начнут плодиться? Представляете? Шикарно. Сейчас подойдите. Ночной горшок мой новый. Исторический. Все годится. И теперь мы с вами еще мед не выложим. Мед не выложил. Катка вот эту надо где-то поставить. Но, наверное, не в доме. Семена. Семена я надо тут хранить. Это что, огурец? Сажать весной через... А, это кудрявая капуста. Одно семя. Подожди, а у меня еще какие-то семена были. Помните? Я когда-то находил, и не сезон был. Сейчас посмотрю, какие. Телевизор. Минуту. Медведь закрыл мне полокна. Прогноз погоды на завтра. Будет ясно, солнечно. Окей. Предсказательница с вами, Оракул Вельвик. Сегодня нейтральные духи. Но у меня другое дело. Сегодня мы будем использовать с вами... Ну, тут семена можно хранить. Или тут. Вот они еще. Семена цветной капусты. Весной 12 дней. Успеваем 25-й. А где же их засадить-то? Тут ничего не поспело. О, лук поспел. Есть. Плюс 8. Ну, в смысле, не плюс 8. Плюс 8 свободных мест. А у меня как раз семена есть бесплатные. Я их выбил давным-давно. Это не лук, это чеснок. Ну, тоже неплохо. Давай 8 штук. А у меня 9. Отлично. Просто вовремя поспел. Просто. Великолепно. Вот тут мне непонятно, что за деревом творится. Ну, их поливают, по-моему. А чего тут не посадить? Посади сюда одну. Отлично. А это через 6 дней, но мы успеем. Когда кто-то поспеет, мы его туда и досадим. Так, давай вот это сейчас сделаем. Я, я хочу попробовать эти вагонетки. Они хоть бесплатные, надеюсь. Так, давай сюда. Дорожку палил. Красавец. Годится. Так, одно семя бросим тут. А это забросим туда. Чеснок храним тут. Где-то эту катку надо где-то выбросить. Для маринования. Может быть, мы здесь ее и поставим. Место-то хорошее. Будем туда овощи забрасывать. А давайте попробуем. Любой овощ можно забросить. Не обязательно же золотой забрасывать. Дайте мне. А что маринуют? Картофель не маринуют. Капусту маринуют, наверное. Одной хватит? Просто эксперимент. Просто эксперимент для себя. Ну, давай. Все, пошел. Да, я думаю, туда. Внимание. Яичный фестиваль. Ё-моё. Это не фестиваль. Я еще не в зуб ногой. Со своими животными. Так я его уже выигрывал. Смысл мне дважды. Яйца все собрал? Где-то еще одно яйцо было. Нет, у меня все четыре. Ладно, успеем до двух часов. Это фестиваль все-таки. Я сегодня хотел вагонетки опробовать. А мне сегодня не дадут ничего сделать. Так, вот это обнимание, конечно, двенадцать коров. Это, конечно, что-то с чем-то. Ну, надо же как-то поднимать уровень. Раньше я их доил. А представьте, еще с ведром бы здесь бегать. Понимаете, да? Весь ужас происходящий. С ведром еще носиться бы. Так. Раз, два. Все-таки у меня еще телята не выросли. А пора бы уже. Пора бы. Значит, будет вам горе. Вы хотите, ешьте траву? Но, правда, травы уже практически нет. Понятно, двенадцать голов сумасшедших коров питаются здесь. Ну, все, побежали на фестиваль. Правильно? Да, все правильно. Я все, по-моему, взял. Можно даже еще и цветок взять. Не знаю для чего. Кстати, вот вагонетки. Хе-хе. Рабочие. Я не могу не попробовать. Шахта. Город. А город это где? А, это кузница. Карьер. Всего три пяточки. По-моему, я думал, их больше должно быть. Ну, ладно, в город я и так доберусь. Коня только потеряем сейчас. Оставлю его на ферме. Поваляйся на солнышке. Я пока выйду. Ну, да. Три точки. Можно сразу в кузнецу попасть. С животами, например, когда не успеваешь. В шахту попасть. И еще во много интересных мест. Так, у меня восемнадцать тысяч денег. Поэтому сегодня я скуплю у Пьера все. Наши курочки работали сверхурочно. Готовились в фестивале. Сегодня не заслужили. Самой лучшей сладкой желтой кукурузы. Привет. Пластиковый фламинго. Плюшевый кролик. Две тысячи. Семена клубники. Вот это редкость. Их надо взять. Их надо взять и побольше. Даже пятнадцать штук. Это очень дорогая вещь. Давайте возьмем побольше. Подождите. Я сколько смогу полить физически? Пять рядов. Пять, пять, пять. Пять на тридцать штук я беру. Это я даже буду руками поливать. Потому что они крутой доход приносят. Плюшевый кролик. Нужен нам, нет? За две тысячи, наверное, не нужен. Декоративное растение меняется с каждым временем года. И поливать не нужно. Это я уже купил. Декоративное растение меняется с каждым временем года. А какое я купил? Большое или маленькое? А фламинго зачем? Для нашей фермы? Давайте фламинго купим. Плюшевого кролика за две тысячи брать не буду. Я еще не столько богат, чтобы так разбрасывался деньгами. Никто со мной особо не разговаривает. Я и прихожу только ради фаршированных яичек. Молодец. Так, ребятки, мы уже с вами выигрывали один раз в фестиваль. Не знаю, выиграем еще раз, но, наверное, нет. Я люблю, когда все собираются вот так. Сразу чувствуется долина, что сплоченное сообщество. Привет, пиани. Дети несколько недель ждали этого праздника. Ну, когда уже охота за яйцами, я так волнуюсь. Это мой конкурент. Надеюсь, я смогу найти хоть немного яиц, пока винца так все не соберет. Да вы забыли, кто чемпион, что ли? Не признаю почему-то. Привет, Эмили. Я с самого рассвета красил яйца. Это моя любимая часть весны. У нас, кстати, уже Пасха прошла. Но все равно актуально пока еще. Винсент обожает этот праздник. Я рад, когда он такой счастливый. Привет, Марни. Добро пожаловать на яичный фестиваль. Все благодаря нашим замечательным курочкам. Привет, Димитрюс. Яйцо, какая необычная пища, если подумать. Дедуля, чего вы все радостные такие? Яйца, почему именно яйца? Сколько я тебя помню, мы всегда празднуем этот фестиваль. Традиция связывает нас и с прошлым, и с будущим. Это все отрадно. Привет, Ле. Фруктовый пунш необычно хороший. Хватит пить. Отдых от работы в конечном итоге повышает продуктивность. Тебасин. Раньше в этот день мы кидали с тухлыми яйцами. Морлюсь, быстренько это дело пресек. Эмигель. Искать яйца, будто охота за сокровищами. Шмыгает. Мой, доз, аллергия. Это мы знаем. Хейли. Праздник, конечно, ничего, но я больше жду цветочных танцев. О, я, кстати, тоже жду. Интересно, с кем-то я потанцую? Мне отказали в прошлом году все на цветочных танцах. Посмотрим. Я стараюсь съедать минимум по три яйца в день, Алекс. Мне нужен белоглянок. Вилли. Иногда я так хорошо прячу яйцо, что его никто не может найти. По крайней мере, до лета. А летом так жарко, что по тухлому запаху его сразу находят. Хе-хе. Так, а где ж этот Кент, кстати? Кент еще должен быть. Привет, будущая теща, наверное. Я кое-что хорошенько подмешала в пунш. Я тебе по секрету это сказал, молодежь. Робин. Весной я всегда очень занята. Хорошо, когда есть такой выходной, чтобы поболтать с друзьями. Аби с самого детства любит охоту за яйцами. А, вот Кент стоит. По правде говоря, я не очень люблю яйца. Хе-хе-хе. Это после того, как я тебе на день рождения подарил, да, Кент? Ну, сочувствую. Ну, теперь я знаю, что ты не любишь яйца. Тогда я тебе подарил бы молоко. Подожди, а что я тебе подарил? Я тебе яйцо и подарил. Тебе не понравилось. Пускай у меня одна нога не ходит. Я не пропускаю ни одного праздника в городе. Ну что, все, со всеми поболтали. Мэр только остался, но мэра пока не трогаем. Нет, еще кто-то внизу должен быть. А где ж яйца в этом году-то будут прятаться? Я свой маршрут, конечно, не помню. Прошлогодний? Поэтому будем бежать сегодня вслепую. А, вот этот маньяк в кустах. Да, яйца могут быть частью здорового питания. Ой, мне нужно прекратить быть врачом хотя бы на праздник. А где ж маг-то тусит? Где-то есть, наверное. Ладно, я помню. По свисту бежим в правую часть. Собираем все, что можем, да? Ну ладно, давайте начинать. Выграем, не выиграем. Раз мы уже выиграли, нам шапку подарили вот эту, кстати. Я до сих пор ее не снимаю, потому что она мне маленькая по размеру. Ее раз надел и больше не смог снять. Давайте начинаем. Я готов. Конкуренты все те же. Пора приступить к главному событию фестиваля. Ежегодная охота за яйцами. Я бы тоже подпрыгнул, не могу. Успокойтесь, детки, вам понадобится вся ваша энергия, чтобы найти больше всего яиц и забрать домой себе особенный приз. Да какой особенный? Я уже забрал. Блин, может еще одну шапку дадут? Итак, все готовы? Да, готовы. Да начнется охота. Ё-моё. Собака, Сэм. Одно есть. Маршрут мой тот же, но не верен, что я успею. Три. Четыре. Пять. Это я не смог достать. Это замануха, на это никогда не клюйте. Шесть. Семь. Восемь. Не трогай ты эту могилу руками. Девять. Десять. Но я не дотянулся до него. Нет. В могилу врезался просто. В мону какую-то. Девять, наверное, маловато. Хотя в прошлом году я тоже собрал. Ох, сколько я здесь собрал. Да, если бы ребятки мусора столько же собирали, наш город был бы самым чистым по эту сторону самоцветного моря. Ну и кто победил? И в этом году побеждает Эбигейл. Или Газ. Шет. А, Газ не участвовал. Как я, да? Второй приз. Ну давайте мне еще одну шапочку. Только теперь другого цвета, пожалуйста. Вот и твой приз. Наслаждайся. Тысяча золотых. Вы серьезно? Зачем мне уже тысяча золотых? Дайте мне предмет какой-нибудь. Как-то не оригинально. Могли бы на второй год какой-то приз придумать. Ну эти деньги уже просто куры не клюют. Ну ладно, сыграем. Жалко. Жалко, конечно. Скудный призик дали. Могли бы что-то и поинтереснее дать. Шапку хотя бы такую же, но другого цвета. Я уже был бы крут. Нет же ж не дали. Ну ладно. Тем не менее подтвердил звание чемпиона. Что до сих пор не приготовился сыр за целый день. Ладно. Как скажете. Я думал, пора бы уже приготовиться. Нет. Производство остановилось на время праздника. Коровы тоже пошли на праздник. Ладно. О, 30 клубники. Давайте займемся этим делом. Блин, там опять забор сломался. Нет, все-таки забор надо менять. Он меня бесит. Так, пять по одну сторону, пять по другую. Начинаем отсюда. Твою ж дивизию. Только начнешь потрудиться перед сном. Вот прилетает какая-то скотина. Да, тут расчищает двое суток. Раз, два, пять. Раз, два, пять. Раз, два, пять. Не обращаю внимания. Отлично. Отлично. Это дерево нам не нужно. Руби. Самое время, да? Прорубки. Приступать. Да, беда просто. Среди не успеешь. Час сорок. Давай хоть что-то забросим. Хоть какие-то ягоды. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Ещё, ещё, ещё. Раз, два, три, четыре, пять. Шикарно. Воды только нет, как обычно. Но я пытаюсь попасть. Всё, спать. Спать, я сказал. Час сорок уже, сейчас сознание потеряешь. Ох, хоть можно было пройти. Час пятьдесят. Может, я не успею. Точно не успею. Успел. В последний момент прыгнул. Последний момент. Фух. Вот это насыщенный был день. Да. И мы с вами выиграли тысячу монет. Это, конечно, приз, я не знаю, для кого. На второй год обычно все фермеры уже богаты. Не знаю, кто будет радоваться тысяче на второй год фермерства. Не знаю, друзья, может, вы и радовались. Но я как-то расстроен таким призом. Победил второй раз в яйцах, которых я эксперт, по сути-то. Завтра будет прекрасный солнечный день. Предсказательница. Очень рады. Пойдём же водоразбивать. Тем более, у нас есть вагонетки. Так. Хаш Браун. Рецепт сегодня простой. Но это ведь здорово. Просто натрите картошки, щедро посолите и поджарьте до идеального состояния. В вашем масле. Звучит просто правда. Я вам дам пару советов, которые сделаются ещё проще. Хаш Браун. По идее, я его должен сделать, потому что картошка у меня есть. Нет? И где тут искать этот Хаш Браун? Скажите, пожалуйста, как мне отличать его? Я яйца только могу сделать и то любую. Вот как мне вот новые предметы. Ой, рецепты. Где их брать? Лук, порей, уксус, сыр, цветная капуста. 138. Кстати, цветной капусты и сыр, но это дороговато будет. Лучше поесть чего-нибудь сырого. Я говорил, что я готовить буду. Жареный кальмар. Нифига себе, ты попробуй найти кальмара. Пшеничная мука. Батат. Сахар. Пшеничная мука. Шампиньон. Сморчок. Атака плюс 2 повышается. Смотрите. Жареные грибы. Нужен сморчок, шампиньон и масло. Масло я не встречал еще. Хлеб. Пшеничная мука. Это мельница нужна. Форель. Сахар. Пшеничная мука. Сахар. Короче, надо муку, сахар. Где браун? Ну, сказали же потереть просто. Шахтерский леденец. Прелесть просто. Тыква и молоко. Любое. 200 здоровья, удача и защита. Круто. Круто. Можно две такие взять и идти в шахту. Минуту. Окей. Так, вот это сюда. Вот это сюда. Это сюда. Хотя это не здесь. Вот это надо еще 3 штуки засунуть. Чтобы простаивать ловушки. Как-то неудобно, конечно, к ним подходить. Тем более, когда дерево мешает. Пусть работает. Так, камни. Цветы. Вот это давайте сюда сбросим по-быстрому глину сюда. Дерево туда же. Дерево, видите, не спеша набрал уже нормально. Так, майонез в эту часть пошел. Фламинго, который я купил. Ну, хоть что-то дали. Так бы вообще фестиваль прошел незаметно. Давайте его поставим вот здесь. Типа пасется. У меня фламинго завелся. Искусственный. Так, быстренько к этим ребятам. Привет всем. Яйца сдать. Яйца сдать. Пора вас расширять уже. Мне как-то тесно в вашем курятнике. Я вам скажу. Хочется уже масштабов тоже, как и в телятнике. Правда, не знаю, куда вы будете расширяться. Вот так компактно здесь живете все. Все, травы нет. Траву сожрали всю. Вот и звергишь. Вот это обнимание, конечно. Надо автообнимателя нанять. Или может Линуксу приплачивать, чтобы он обнимал коров у меня по утрам. Вот я уже, по-моему, кого-то пропустил. А может и нет. Так, молоко сдать. Вам надо сдавать мне сразу вот такое супермолоко. Супермолоко. Чтобы я сразу взял и стопкой его засунул. А не через год. Это что ж такое? Пошли, кстати, приготовим, наверное, что-то. Тыквайп и молоко, да, мне нужно? Я три бедона оставлю. Не обанкрочусь, я думаю. А, выпустите коров. Последняя трава. Последняя трава. Победит только тот, кто успеет до нее добежать и сожрет ее всю. Больше не будет. Предупреждаю. Так, это сюда. Сыр я сдам. Ну что, я могу омлет приготовить. Яйцо с твоей энергией. Но есть получше. Вот что я хотел. Тыквой и молоко. Любое. Интересно, какое возьмется? А, у меня оно одинаковое. Давайте сделаем три. Ну как он? Тыквенный суп себе сделал. В это... Как я называю? В пещерку на поход. В забой. Во, вспомнил. Ээээ, я тут не полил клубнику, по-моему. Эту теперь надо поливать, но это того стоит. Смотрите, она уже взошла, блин. Если бы я все успел полить, но не хватило времени, то бы я уже сегодня что-то имел. Какую-то прибыль. Клубника, кстати, плодоносит постоянно. Поэтому мне вот этим придется заниматься какое-то время. Но это того стоит. Но это последнее, что я сажаю. Где-то это еще. Нет, вот это. Окей. Последнее, что я сажаю, потому что сил уже не хватит. Иначе опять буду заниматься не пойми чем. Кстати, овощи готовятся очень долго. В катке. Смотрите, сколько. Ждать. Кстати, я тут поставлю вот эти катки и пусть стоят. Как раз место для них. Только надо вход туда. А, так вход будет. Вот вход. Вход для них есть. Раз, два, три, четыре. Место. Я придумал, что здесь будет. Вот это мне не нравится. Малость. Так, сыр сбросить. Семь кусков. Окей. Это не естся. Десять тридцать. Нам уже вообще-то пора. Это не берется, да? Да, не берется. Дайте нам еще на всякие пожарные три штуки вот этого добра. Я думаю, нам хватит. Надеюсь докопать. Ну, двести и пятьдесят. Ну, конечно, хватит. Все, по коням. Нет, не по коням. Дайте мне живоды. Кстати, мне кони уже не нужен, по идее, да? Где мои живоды? Пошли их разобьем. Лейку можно выложить. Только не забыть, где. Пошли. Потому что сейчас живоды будем разбивать. Ну-ну. Ну-ну. Очень интересный день. Это я оставлю. Пока что не буду забивать этот. Смотрите. Первое перемещение мое на вагонетка. Город, пожалуйста. Опа. Блин, это лучше, чем конь. Сразу в мусорку. Головой. Можно взять все, что хочешь в мусорке. Привет. Разбей мне пять штук. Давай поболтаем. Говорят, старая система вагонеток опять заработала. На них теперь очень удобно ездить в шахту. Но привыкать к ним не стоит. Как начали работать, так же могут и перестать. Я тебе сейчас перестану. Я что, их зря собирал? Так. Расколоть, пожалуйста. Пять штук. Вау. Что-то новенькое. А, это та самая руда. Редкость. А это что? Мух, только хлорид какой-то. Уголь обычный. Это тоже у меня есть. Десять руд. Надо идти, наверное, выкладываться. Потому что у меня уже занято много чего. Гюнтер, а ты мне расскажешь про что-нибудь? Блин, руда. Первое иридивое. Это гюнтеру не годится, гюнтеру не годится, гюнтеру не годится. Можно идти. Ну, с вагонетками теперь это не трудно. Правда, все равно 11-20. Ну, ладно. Автобус. Блин, я обожаю это перемещение. Теперь можно и цветы взять. Раз я вернулся. И теперь в шахту также попадаем, да? Но, правда, времени у меня опять все равно не хватает. Ну, да ладно. Так, давайте это сбросим сюда, это сбросим сюда. Это пока полежит здесь. Потом его унесу. Кстати, иридивая руда уже все заняла. Это тоже уже не положишь никуда. Что мне надо? Мне надо золотой руды. И желательно побольше. Потому что она готовится очень долго. И мы сразу же ее начинаем готовить. Так, в этот я положу быстренько то, что должен. Все, готово. Сортировочку сделаем. Побежали. Сделал себе три похлебки. Тыквенных. И теперь на полном ходе. В 12-0-0. В принципе, это рекорд. Я так рано никогда еще не попадал. Вообще не факт, что я попаду. Ну, чем меньше, кстати, бегаешь... Кстати, день рождения у кого-то есть сегодня? Блин. Давай в город сначала. День рождения сегодня ни у кого нет? У кого ближайший день рождения? Сейчас же пропущу. Все равно не попал в шахту. Вовремя. Привет, Пэм. Ты дружишь с Гасом? Славный парень. Он даже меня бесплатным пьем на день рождения угощал. Зря. Спиваешься ты, Сэм. Спиваешься. Не знаю, есть день рождения? Короче. Да, ну конечно, у Хейли день рождения. Твоя ж дивизия. Что ж тебе дарить-то? Слышишь, а календарь у кого купить? Я уже замахался. Хейли. Сходил в шахту. Обои, саженец. У кого календарь? Обои, напольные. Каталог 30 тысяч. Что-то не понял, у кого календарь. Наверное, у Робин. Наверное, у Робин. Его надо купить. Я уже замахался. Так, а что мне подарить? Лук-порей? Подожди, что ж он там любит-то, Хейли? Меня в заметках, по-моему, тебя нет. Так, это Абигейл. Это Сэм и праздники. Себастьян, папа, ризотто. Это Лея. Это Мару. Золотой слиток, аккумулятор. Ну, тут все просто. Останется чья-то дневника. В городе все несколько холостяков. Харви беспокойной, бесхарактерной. Кофе Элиот Шейн. Это не те люди. О! Надеемся, у вас обеих все хорошо. Мы отправили вам ваши любимые подарки. Розовый торт и подсолнухи для Хейли. У меня, кстати, есть розовый торт. Мама присылала. И драгоценные камни шерсть для Эмили. По коням. А коня-то нет. Пешком бегаю, блин. По коням, по коням. У меня есть розовый торт, кстати. Надо его подарить. Больше 20 лет занимаю пост мэра Пеликан. В выборах никто еще не побеждал. Мне нравится быть мэром. Пошли. Блин. Сходил в шахту. Ну, красавец. Ну, красавец. И без коня еще остался. Чего коня не взять? Да. День рождения Хейли пришло внезапно. Но у меня есть торт. Я его, наверное, сейчас и отдам. Зачем он мне нужен? Съем, никто не увидит. А так, тортику всего лишь сколько там? Месяца 4. Свеженький еще. Он же розовый? Он же розовый. Так, ну, побежали к Хейли. Где я тут? Какой ужас. Они доедают траву. Это как зомби-апокалипсис. Коровьи-апокалипсис. А где ее искать сегодня? Да, сходил в шахту. Ну, и шанс подарить торт. Это, я думаю, просто взлетят отношения у нас с ней. Но мне как-то ее отношения не очень нужны. Ну, и где ее найти весной? Я редко, конечно, интересуюсь Хейли. Вот Эбигелл, я знаю, куда идет. Она в лес идет. Жареный кальмар. Хороший подарок, если знать, кому дарить. К примеру, мой отец сразу с тобой подружится. Подарок выйдет хороший. Но это все запоминать надо. Ой, какой приятный денек, правда? Хейли здесь. Тут Эмили сидит дома. Мои родители оставили этот дом для нас. Они уже два года путешествуют по свету. Мы понятия не имеем, когда они вернутся. Но мне нравится здесь жить. Красивое место, хороший воздух, все такое. Так, это комната Хейли. Ее дома нет. Но как обычно. Попробую ее найти. Вверху она обычно, на этом. На площадках. Бабуля, привет, я с тобой не здороваюсь уже давно. Но у меня много дел. Я вообще-то в шахтах планировал сегодня попасть. Рекорд хотел поставить. Быстро попасть в шахту. Хейли. Хе-хе, я знаю, где тебя искать. Привет. Моя сестра такая странная. Иногда я задумываюсь, насколько мы близкие родственники. Короче, с Новым Годом. Ой, с Днем Рождения, в общем. Ты помнишь про мой День Рождения? Поразительно, спасибо. Так, конечно, еще и связи. Новая достижена. Что, Десятка с тобой? Хейли. Нет, не Десятка. Но она вышла на уровень Леи и Пенни. Благодаря тортику. Можно было, конечно, и подсонов засунуть. Но я не настолько жестокий. Ну что, 15.00, я не успею, чувствую, пролезть в шахту. Блин. Тем более, у меня есть, конечно, система перемещения быстро. Теперь на коне не надо будет бежать. Но что ты делаешь? Полезно бывает, иногда сделать перерыв в работе. Правда, на ферме это может быть не так просто. Ну, зато зимой не будет. Не нужно волноваться об урожае. Я тебя понял. Я тебя понял. Так, быстрое перемещение, 15.30. Опять же, это мне не поможет. Ну, никак не поможет. Разве что домой можно вернуться будет. В час ночи. Опять этот, 95.00 уровень, блин. Ох ты. Да нет, тут пресс, конечно, конкретный. Вы че? Вы нормальны вообще? Еще 20 штук поставьте здесь. Особенно вот эти слизни. Их ничем не возьмешь. А урон какой? Все, линии нет. Да. Надо меч покупать. Я чувства никогда не докопаю. Все, линии нет. Первая стычка. Какая-то сложность какая-то нереальная. Тут бы еще драться, конечно, поудобнее бы было. Ну, ладно, имеем то, что имеем. Поехали. Вот это еще. Непонятное существо. В ночном горшке тоже. На голове. Нет, ну чересчур много слизней, ребят. Ну, это перебор. Я понимаю, меч надо покупать. Но они не самый удобный противник, с которым драться. Тем более, носить надо 20 ударов. Все, линии нет, здоровья нет, энергии нет, жри суп. Ну, ты ж не зря его делал. Хотя, пять вечера. И первый уровень шахты выглядит, как будто это 99 уровень шахты. Вы бы еще 40 штук сюда поставили. Ну, реально. Ладно, спасибо за выход. Фу, уже начало бомбить чуть-чуть. Это первый уровень шахты. Ну, не первый, для меня первый. Вы видели, сколько народу? Зато здесь золото положили. За мои мучения. Смотрите. Я успокоился уже. Да, все, все. Я доволен. Можно улучшать будет эти инструменты. Лейки всякие. Так, что тут? Чего-ничего не положили нормального? Шесть вечера. Нет, но меч мне нужен позарез. Точнее, не годится никуда. Еле, еле убил. За шесть тысяч, наверное, куплю. Чтобы нормально перемещаться в шахтах. Давай, давай. Опять эта мышь. Я чуть не охрип. Сколько ж можно вас выпускать? И где выход? Да, не дают. Дают поработать. Пять. Шесть. Шесть ударов. А теперь еще выход. В каком-то камушке он есть. В каком-то камушке опять мышь. Задрочится, конечно. Нет, я не успею. Даже с этими не успею. Да, ну, это не серьезно, ребят. Давайте со всех сторон их присылать. Все, нафиг, я выхожу. Ну, это просто время оттрача. Я дерево не собирал уже. Древесину долго. Что-то сложность какая-то нереальная до 90 уровня. Ну, представьте, как мне вскрыть все камушки. Тут тысячу камушков. И я только на 87. Ну, ну, давайте вскрывать все на свете. Тогда сразу. О, может, выйти сразу? Я, наверное, сразу и выйду. Сейчас я посмотрю. Наверное, нафиг. Давайте быстрее. 20-30 как раз выпал. Раз выпал проход, давайте туда и выйдем. 28-й мне, правда, еще 2 надо докопать. Зараза. Давай, 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 давай. Где-то он есть, этот выход. Вот он. Блин, ну я не могу. Давайте, давайте. Здесь. Это что, уровень бой, да? Я уже пошел. Супер, мне конец. А, нет, повезло, что я их зажал. Отлично. Но это простые были. Вот эти посложнее. Вот эти посложнее. У нас время есть. А что это за знаки? Защита плюс 2. А, тыквенный суп, еще и удачи. Ух, какой суп хорош. Так, давайте малыша. Сначала зарубим. Хренеть. Да, мой меч явно проигрывает. Руби, 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 там их много. Офигеть. Во что, тысяча здесь было? Фу. Нет, вы издеваетесь, наверное, да? А тот уровень у меня был полегче. Все, валим. Валим, 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 валим. Это песец какой-то. 22,50. Какая ж неудобная система боя. Нельзя идти и бить. Ты можешь только стоять и бить. Ну, в общем, понятно, да? Только с остановки можно. Твою ж дивизию. Как вас добить-то? Еще и два таких. 23,40. Ну, хоть заметку взял. Ё-моё, что ж вас много-то так? А ты подкуда появился? Обалдеть. 0,00 часов. Зажимай, мать его. Все, я иду покупать меч. О, в этом никого не было. Мышь прилетает. Да что вас за ногу? Руби, 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 руби. Не выпускай. Не выпускай. Фу. Еще два. Три. Три. Ну, где выход? Вы обалдели там, что ли? Что это за мелочь? Где выход есть? Есть выход. Быстро. Быстро. Я знал, что меч не надо брать. Я знал, что меч не надо брать. Давай, давай. Час тридцать, не успею. Не успею, хотя я близко. Не могли бы их к дому подвезти, честно? Да нет, успею. Успею, успею, успею. Час сорок. Отвали. Я не нажал в этот раз на кристалл. Но мне главное добежать. Есть, девяностое уровень. Да. Фух. Фух, это было жестоко. През для яиц слаймов. Это что еще? А, там ферма слаймов можно было. И масло с чеснока можно делать. Пять очков от здоровья. Блин, это было напряженно. Но я знал. Я знал, что нельзя покупать меч. Я знал, что это будет просто трата денег. Четынадцатый день весны. Год второй. Хелли мы торт подарили. Фух, все успел сегодня. И успех, успех. У нас меч девятого уровня. Тридцать сорок пять урона. Сила крит удара плюс десять. Ну, скорость понижена. Но у меня тут скорость вообще на два понижена. Правда, защиту давал. Двенадцать двадцать пять. Тридцать сорок пять. Ну, конечно, невероятно острое. Заметьте, какая охренительная штуковина. И старая помятая бумажка. Мы ее посмотрим в следующей серии. Потому что игра все равно не сохранит ее. И будет интрига, что же у нас там лежит. Кстати, тыквенный суп это просто находка. Я не знаю, сколько у меня тыкв. А ну, дайте я гляну. Я три потратил, четыре еще тыквы. Тыквы надо засаживать. Вещь охренительно классная. Просто охренительно классная. Красная на свете. Все на свете. Все, друзья. Посмотрю, что тут у нас творится. Эх, ферма живет. Ферма живет. Овощи до сих пор готовятся. Это обалдеть. Раки поймались. Курицы уже ходят. Забор нафиг поломан. Его надо убирать. Да, забор надо убирать. Это меня уже раздражает. Начинает я его уберу нафиг. Ну, вот смотрите. Починил недавно. Что это такое? Трата просто дерево. Все, в следующей серии занимаемся забором. И дальше, дальше, дальше собираем на улучшение курятника. Мне нужны доходы. Правда, 20 тысяч у меня налегке всегда имеется. Даже не продавая овощи вообще. Я овощи заметил и не продаю. Я их для готовки буду тогда использовать. Очень классная и удобная вещь. Все. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. До новых серий Стардио Вейли. Пока.